Здравствуйте! Мы находимся в студии Робинзон ТВ, в нашем родительско-детском пространстве под названием «Воспитательная среда». Прошлая наша встреча была посвящена тому, что мы обсуждали такую непростую тему, как злость у родителей. Продолжая начатый разговор сегодня, мы обсуждаем злость у детей. И я представляю экспертов нашей программы Алину Дудченко, детского психолога и руководителя клуба «Пенгуру» и Елену Близнук, детского психолога. Тема сегодняшней передачи «Злость у детей». Мы говорили на предыдущей теме нашей о злости у родителей. И злость мы так просто не хотим заканчивать эту тему, мы хотим сегодня ещё подробнее говорить. Что касается злости у детей. Важно понимать, что, напомню, что злость это то чувство, которое показывает, когда наши границы нарушены. И второй момент, который показывает злость, то, что мы можем, у нас есть силы поменять эту ситуацию. Как-то защитить себя или поменять что-то такое, где совсем нам некомфортно. Вот это такая, вспомните, мы об этом говорили, такая цель злости, как чувство. Как это выглядит у детей? Дети, они обычно выражают злость достаточно ярко. Если их не прерывать вначале, они в детстве все дети ярко показывают. Но способов у детей проявить свою злость очень мало. Какие способы у маленьких детей? Это топать ногами, кричать, упасть на пол. То есть они всегда ярко показывают, где нарушен какой-то их интерес или что-то ещё. Обычно родители на это дают такую иногда прямолинейную установку, иногда скрытый такой способ, что не злись. То есть это может быть прямым текстом, что так некрасиво себя вести. А может быть текстом другим, что это сделает холодное лицо, как-то нереагируемое. И эти все способы, ну как бы их не по-разному гуляют, но они все учат ребёнка гнев свое не проявлять, опрятать. Откуда эта установка родителей? Оттуда, что родители сами не знают, что делать с этим гневом. У них есть такое представление, что мы хотим, чтобы ребёнок сразу зрело выражал свой гнев. У нас есть такая идея, что типа, а как, ну скажи о том, что тебе не нравится. А ребёнок, ну на своём месте, он часто не понимает даже, он не может назвать, что именно его разве сделали. Он чувствует нарушение, вот он бы столкнулся, что-то такое случилось. И он сразу дает реакцию. Ему внутри его детского понимания часто не видно причин. И поэтому одна из важнейших задач для родителей, ну одна из них, да, это научиться, помочь ребёнку понимать причину своего родителя. Вторая задача, которая важна, ну, важно передать детям, это то, что гнев выражать можно. Почему мы подробнее будем говорить, и вообще, вы помните, Гарина, это то, что было чувство спрятано, сдержанно, как оно сильно потом может управлять поведением человека. И сегодня мы поговорим, говоря о лестнице гнева, то есть о формах выражения, мы там, ну, точним этот момент. Вот, получается, что если родитель запрещает, ну, как бы, если родитель разрешает выражать гнев, у ребёнка есть шанс научиться дозреть в этом выражении до форм, которые классные, конструктивные формы. Если родитель запрещает, ну, или как бы он боится гнева ребёнка, многие родители и остались, они боятся, они говорят, мне сейчас он разнесёт, кажется, что разнесёт. И это действительно похоже, потому что когда ребёнок чувствует гнев, у него ощущение внутри, что сейчас мир разрушится. Это очень похоже. Если мама выдерживает, давая, как бы, возможность это выражать, ребёнок учится управляться с этим чувством. Если мама не выдержит, закрываясь или убегая там, то есть ребёнок, у него есть идея, что у меня так много гнева, что это очень страшно показывает. Вот, то есть я повторюсь, когда у ребёнка есть возможность выражать свой гнев в той форме, в которой он пока умеет, у него есть также шанс научиться расти в этом выражении. Важно понимать, что научиться выражать конструктивно гнев – это не задача одного месяца или двух недель или трёх месяцев. Вот так, типа, я сейчас буду учить ребёнка, и он научится. Эта задача, так ставится цель, да? К 17 годам мне важно, чтобы мой ребёнок в основном выражал гнев конструктивно. Это так звучит задача. Вот просто поймите, насколько это длительный процесс. Ну, это вот, то есть это постоянно, ну, как постоянно, когда возникает такая ситуация, это постоянная работа родителя на то, чтобы ребёнок мог понимать причину, что его злит, уметь об этом сказать, это в старшем, да, вот уметь об этом сказать, найти, как бы, слова такие, чтобы человек услышал. И самый важный момент, ещё, ещё, который, третья, как бы, функция задачи родителей, связи с этим в том, что ребёнку важно показать, что когда он злится и он говорит об этом, то ситуация может поменяться. Не просто там, знаете, вот есть, я просто такой усталкиваюсь, мама говорит, ну да, я когда ему говорю, да, ты злишься, ну, это же рекомендация такая известная, то он ещё больше злится. Я думала, почему, вроде бы есть принятие чувства, вроде бы говорится и разрешается, но когда нет у ребёнка шанса, что ситуация поменяется, то есть его что-то злит, он об этом говорит, какое желание, чтобы что-то поменялось, улучшилось, тогда, ну, если этого шанса вообще нет, тогда нет вообще идеи, ну, зачем тогда ему злость проявлять, он будет ещё больше злиться. Идея родителей, и нам это часто видно, найти такой вариант, который будет экологично безопасный, он будет адекватный, потому что дети часто хотят такого, что это нереально вообще, в принципе, и найти этот вариант, и ребёнку показать. Какое-то время он будет не готов вообще ничего видеть, но со временем он будет учиться сам эти варианты искать. Или говорить, меня злить это, это, я хочу, чтобы было так. Это вот отсюда берётся, это у меня. И дело. Вот. А я ещё хотела обозначить, знаете, такую главную мета-причину злости детей. Ребёнок при этом может злиться часто и показывать, но есть как бы такая основная корневая причина. Оказывается, дети очень гневаются, когда они не чувствуют безусловной любви родителей. У ребёнка, когда рождается, у него есть некое ожидание такое, или как потребность получить безусловную любовь в большом количестве от родителей. Именно потому что он рождается у этих родителей, он от них это хочет получить. Если нет, то безусловно. Это значит, есть любовь условная. Я такое слышала часто. Если ты будешь хорошей девочкой, я тебя люблю. Получила пятёрку? Хорошая. И мама улыбается, действительно любит. Получила четвёрку? Не любит. Это ситуация, которая будет вызывать очень сильный гнев. И ребёнок никогда не скажет, что именно вызывает такой сильный гнев. Поэтому прежде чем думать о причинах злости, что именно технически происходит с ребёнком, нужно подумать, насколько мы наполняем ребёнка, даём ощущение, что ты действительно любим, независимо ни от чего. Об этом очень подробно говорится на первом нашем семинаре, на первой нашей передаче про контакт с ребёнком. Я напомню, просто обозначу, мы об этом говорили много, что действия, через которые понимает ребёнок любовь, как безоценночно он может напитаться, это взгляд с любовью, взгляд глаза в глаза, телесный контакт, прикосновение, и тотальное внимание, когда есть время для ребёнка, когда он полностью посвящён на общение с ребёнком. И четвёртый момент, о котором мы говорили на втором семинаре, касается дисциплинирования, когда есть границы допустимого, которые тоже родители регулируют. Но об этом вы можете посмотреть просто в предыдущей передаче. Теперь мы поговорим о формах выражения гнева. Вот мы сейчас просто дадим технически, как это выглядит, и какие формы менее зрелые, к каким формам стоит стремиться. Вы найдёте там себя на этой лестнице гнева, найдёте, где находится ваш ребёнок и ваши близкие. Это просто так упрощает разговор. Передаю слово. Как уже сказала Алина немножко раньше, родители ждут от детей конструктивного и социально приемлемого способа выражения гнева. И кажется, что выражение гнева – это признак такой какой-то неблагоприятный, что если человек злится или ребёнок злится, что-то свидетельствует о чём-то явно отрицательном и явно плохом. Но какие вообще бывают способы выражения гнева? И какими способами мы с вами пользуемся? Давайте поговорим об этом и попробуем подумать, как мы можем продвигаться выражение гнева от неконструктивных способов к более зрелым, что ли. Потому что дети учатся выражать свой гнев именно у родителей. Они смотрят на то, как это принято в семье. И именно этот способ они потом возьмут к себе в свою взрослую будущую жизнь. Я вам хочу рассказать про лестницу гнева. Я думаю, что мы все найдём на этой лестнице и себя. И будут ситуации, в которых мы будем на разных ступенях. Самый высокий, самый конструктивный способ, первый, это когда человек выражает свой гнев позитивными способами. Что это значит? Что он знает, что вызвало его злость, что вызвало его гнев. И он обращается именно к тому человеку, который вызвал эту злость. И он знает не только, что этот человек вызвал эту злость, но и какое поведение его вызвало эта злость. И он может это объяснить. И может это объяснить способами, не обидными, что ли, то есть простыми словами. Но для того, чтобы человек мог так объяснить, мало знать, что вызвало злость, мало хорошо себя понимать. Нужно еще верить, что объяснив эту причину, что-то изменится. И так вот в этом первом способе, когда человек выражает это конструктивно, два отличительных признака. Первый – это человек знает, что вызвала его злость, и, веря в то, что это событие или это поведение можно изменить, он это спокойно объясняет. Но даже мы, взрослые, далеко не всегда можем так спокойно об этом говорить. Поэтому вторая ступенька в лестнице гнева – это когда смешиваются, когда человек обращается, когда человек не знает точно, что вызвало его гнев. И он использует и позитивные способы выражения, и негативные. Например, он может добавлять какие-то обидные слова. Этот способ говорит о том, что человек не до конца уверен в том, что он может повлиять или изменить эти события. И поэтому вот отсюда и появляются вот такие негативные способы выражения. Но так как человек, который находится на второй ступеньке, не знает до конца, не верит и не знает до конца причину своей злости, то, злясь, он может валить как бы все в одну кучу. То есть он не только говорит о том поведении или о том человеке, который его разозвел. Он как бы приписывает еще другие события какие-то. Вспоминает, что было давно, примешивает еще что-то. И тогда очень сложно что-то изменить, потому что непонятно, с чего стоит начинать. Третья ступенька – это когда присутствуют в основном негативные формы, невежливая форма изложения. Примешиваются еще какие-то действия активные. Человек может что-то бросить или швырнуть. Он говорит обидные слова. Единственное позитивное, что в этом мире, что человек выражает свою злость. И это хорошо. Но такая форма, она разрушает связи между людьми. Это очень обидная форма. Во-первых. Во-вторых, опираясь на его выражение, очень сложно что-то поменять, потому что непонятно, что поменять. Человек говорит обидные слова, все валит в одну кучу, рассказывает сразу обо всем, сразу. И вычленить из этого конструктивное зерно очень тяжело. Если такой форме прибегает ребенок, то его важно поддержать в том, что он выражает вообще свою злость. Что он вот этот импульс, который рождается у него внутри, не гасит и не подавляет в себе, а дает ему выход. Ему можно сказать, что да, я вижу, что ты сердишься, теперь я это поняла. Но его важно поддержать в том, что после такого выражения гнева отношения между людьми не разрушаются. Потому что есть очень большая угроза того, что когда человек обижает словами, обижает своими поступками, действиями, швыряниями предметов или угрозами, то отношения могут быть разрушены. Четвертая ступенька – самая опасная. Если бы даже было у нас 20 или 30 ступенек выражения гнева, то четвертая ступенька все равно была бы самой опасной. Потому что на четвертой ступеньке гнева, это называется на пассивно-агрессивные способы. Человек как будто не злится. Но бывает ли такое, что человек не злится? Конечно, не бывает. Человек уже рождается со способностью злиться. Это такое врожденное чувство. Но и ребенок, как уже говорилось до этого, он настроен на то, чтобы показывать и демонстрировать свою злость в окружающем. Он еще не может себя сдерживать настолько хорошо. Но когда он постоянно сталкивается, что свою злость выражать нельзя, и это очень плохо, а сталкивается прежде всего в чем? В реакции родителей, в реакции мамы. Что свою злость выражать нельзя, то он начинает ее в себе подавлять. И пытается контролировать. А как он может сталкиваться? Ну, начиная от того, что ему просто говорят, что нет, так вести себя нельзя, это ужасно. Заканчивая тем, что... Ну, самая большая угроза для ребенка, это что отношения с мамой могут быть разрушены. То есть, если он сталкивается с ситуацией, когда он сильно разозлился, что-то бросил, расплакался, накричал, и вдруг мама обиделась, ушла, два часа с ним не разговаривала, то это для него ужасная реакция, для него это ужасный результат. Это разрушение его самого ценного, что в его жизни есть, отношений с мамой. Такой ребенок, скорее всего, будет подавлять себе этот импульс. Но можно ли его уничтожить? Уничтожить этот импульс нельзя, но все равно есть внутри. Но подавляя его, теряется всякая связь с ситуацией. И ребенок уже не знает, откуда это чувство внутри него. Более того, у него нет, абсолютно нет веры в то, что его поведение способно что-то изменить. И поэтому он не стремится никак это выразить. Но импульс есть. Это импульс, это какая-то очень большая энергия, которая стремится к тому, чтобы вырваться наружу и проявиться. И вырываясь, и проявляется она в неконтролируемых, неожиданных ситуациях. Такой ребенок, во-первых, этот импульс может быть направлен против самого ребенка. Такой ребенок может часто падать, раниться, резаться, ударяться, причинять себе какую-то травму. Он может это делать в тех ситуациях, которые очень сильно злят родителей. То есть таким образом он злит очень авторитетных для себя людей. Например, когда семья куда-то идет, и очень важно успеть вовремя, ребенок обязательно упадет. Тем самым вызовя на себя очень большую злость родителей, тоже неконтролируемую. Но все это происходит как будто случайно, как будто ненарочно. Или, например, когда уже достаточно взрослый ребенок постоянно пачкает штанишки. Взрослые люди тоже, наверное, это очень опасный вообще способ, я говорила об этом. Это поведение, которое направлено против себя и одновременно злит окружающих. Например, очень ранняя беременность. Или когда человек использует наркотики. Да, это тоже события, которые явно разрушают человека, но при этом они еще и очень сильно взлят окружающих и близких его людей. Это и есть пример вот этой самой пассивной, агрессивной поведения. Но не зря эти способы проявления злости выстроены в лестницу. Лестница говорит о том, что для того, чтобы продвигаться в более конструктивном способе, мы можем только переходить с одной на ступеньки на другую, с одной на ступеньки на другую. Мы не можем сразу перелететь и стать очень конструктивно себя вести. И так, например, если человек в своем проявлении злости, он склонен показывать свою злость, склонен выражать, но выражает это совершенно неконструктивными способами. Он невежливый, грубый, грязный, ругается, швыряется предметами. То, что мы можем ему помочь, это перевести его на следующую ступеньку и показать, что когда твоя злость направлена против всех, непонятно, что с этим делать. Но злость может быть направлена против того события, с которым она связана. Мама, которая очень хорошо знает своего ребенка, наверное, может предположить, что так сильно разозлила своего ребенка, и она может ему про это сказать. Связав ситуацию со своим чувством, ребенок будет учиться, что эта связь есть, и учиться себя понимать. Когда ребенок чувствует эту связь между тем чувством, которое у него рождается, и теми ситуациями, или событиями, или людьми, которые это вызвали, то у него появляется и вера в то, что он может это изменить. Появившаяся вера позволит ему перейти на следующую ступеньку. Он будет об этом конструктивно говорить, веря, что он может изменить эту ситуацию. Таким образом, движение может быть только очень поступательное. Если обобщить, да, вот какие рекомендации родителям можно дать. Первое, как помочь ребенку вообще свой гнев выражать, делать его более конструктивным. Это что первое? Первое, что нужно показать ребенку, что вы его не осуждаете. Например, все люди иногда злятся, и ты сейчас злишься. В этой фразе, во-первых, что все люди злятся, и ты сейчас злишься. В этом есть такое принятие вообще этой злости. Если говорить таким тоннам, ты злишься, или вот что-то такое, или как некоторые мамы, они так приводят, например, а, ну да, ты злишься. Вот эти фразы две, это вроде бы по названию то же самое, но это то, что будет означать, что лучше не злиться. Потому что мама или издеваться будет, или будет, ну, как бы так сочувствовать, что она будет просто включать, ну, ты злишься мягко, она дает такую идею, что мою энергию сильную не очень принимает. Вот такая. Вот. И второй момент в этом, что я рада, что ты мне свою злость показываешь. Дело в том, что, чтобы позлиться маме, ну, вообще кому-то, вот вы просто вспомните свой личный опыт, когда мы, кому мы злимся, только очень близким людям, ну, или людям, которым мы доверяем. Какому-то незнакомцу мы сильно не злимся, ну, мы не говорим о сокровенных причинах, там, мы можем рявкнуть, но мы не говорим вообще суть, правда же? Это означает, что мы доверяем. То же самое, когда ребенок злится и показывает, значит, что он доверяет маме. И поэтому так классно сказать, я рада, что ты мне показываешь свою злость. Это значит, что, ну, говори дальше мне свою злость. Второй момент. Хорошо похвалить ребенка или поддержать в нем выражение этой злости то, что было хорошо сделано. Например, хорошо, что ты сказал, что тебе не нравится. Это мы говорим о том, что мы ребенка примерно на второй ступеньке, что он уже может примерно причину называть. Все остальное было ужасно. Он падал на пол, кидал кубики, но он сказал, что ему что-то не нравится. И в этом всем выражении это было классно. Мы, обращая его внимание на этот момент, мы его поддерживаем в позитивном, в конструктивном выражении гнева. И покажите, куда двигаться. Учитывая эту лестницу, о которой мы сейчас говорили, покажите, какие способы еще есть. Потому что у ребенка идей этих очень мало. Например, там, в следующий раз бросай, пожалуйста, кубик в стену, а не в бабушку. То есть бросать кубик можно, потому что это проявление злости. И на этом этапе мы не можем требовать, чтобы он бабушке просто сказал словами, что ему не так. Тема злости на этой ноте заканчивается. У нас к вам такое домашнее задание. Определите, пожалуйста, на какой ступенечке находитесь вы, на какой ступенечке находится ваш ребенок, и куда можно двигаться вам, а куда можно ребенок. Такое задание. Вопросы. Алин, когда ты анонсировала, когда мы начинали разговор о злости, то ты сказала, что работа по тому, как воспитать и культивировать вот это конструктивно-социальное выражение злости ребенка, это работа длинная и длится до 17 лет. Что такое 17 лет? Почему именно этот возраст? Это возраст, ну, 17-18 лет, это такое традиционно понимается психологами, ну, и вообще понимается людьми, как возраст перехода от подросткового периода к юношескому. И в 17 лет, 17-18, ну, на самом деле, это уже перед нами зрелая личность, это отдельный человек, у него есть свое мировоззрение, мы об этом поговорим подробнее в семинаре, в нашей теме о подростках, но это человек, который сформировал уже, и там уже воспитывать, не, ну, можно какие-то вещи подавать еще, но в основном он уже взял все, идет за спиной. Поэтому так важно этот процесс завершить до выхода, ну, на самостоятельный какой-то, да. Скажи, пожалуйста, а бывают вообще, ну, просто, бывают ли ситуации, потому что по моим ощущениям, бывают, но я могу заблуждаться, так вот, бывают ли ситуации, когда один и тот же человек, в зависимости от того, кто есть объект его злости, или в зависимости от того, насколько он сейчас сам в нормальном психологичном состоянии, может ли один и тот же человек, там, первым и четвертым способом выражать свою злость? Ну, наверное, первым и четвертым, наверное, нет. Я не знаю, только мне кажется, что четвертый – это пассивная агрессия. Это вот крайняя, вот неинтересно именно пассивная агрессия. Потому что у меня ощущение такое, что у детей может быть какое-что, в зависимости, да и у взрослых нет. Ну, я думаю, что у нас у каждого, я не знаю, насчет первого и четвертого, это, конечно, такие крайние выражения, действительно. То есть, если человек выражает это, ну, часто, четвертым способом, то ему, наверное, просто другие недоступны, иначе бы он знал, что этот импульс можно выразить. Спасибо. Но, например, первым и третьим, я бы так сказала, может быть. Тем более, что одни и те же события, если в них участвуют разные люди, чем более значимы для человека, другой человек, напарник, тем сильнее у него будут вызывать эти чувства. Так, например, мама, ну, она имеет вообще вот такой уникальный прямой канал, эмоциональная связь с ребенком, даже если он уже взрослый. И какие-то события могут вызывать у него неожиданные воспоминания, и поэтому неадекватную реакцию или еще что-то. Особенно, если эти события, которые у него он вспомнился, связаны с его очень ранним дедцем, тогда он может в некоторый период в своей жизни реагировать к маленькому ребенку. Взрослый человек. Ух ты! Например, мама, которая родилась с мамкой. Сложно? Она может вспоминаться какие-то ее ранние воспоминания с детства, как она была. И вместе с этим приходят ее ранние реакции. И они могут быть очень детские, очень ранние. И чувства могут быть, и какие-то потребности могут быть, как будто она снова маленькая. И поэтому способы могут быть тоже разные. Но вот насчет первого четвертого я тоже сомневаюсь. Четвертый он какой-то такой совсем, ну вот совсем. А напомните, у нас четвертый, который связан с пассивной агрессией. То есть правильно я понимаю, например, если вот раз вернуть им там, ну условно говоря, сейчас пофантазирую, на семью, да, и потом что ребенок будет копировать в четвертом случае. То есть есть, например, по каким-то причинам мама по отношению к отцу, который там, ну может себя вести там агрессивно, там, да, например. А она понимает, что она ничего не может изменить, и она как бы терпит для того, чтобы на себе это выдержать. Правильно ли я понимаю, что это и есть такая красивая... Ты знаешь, Маша, вот вообще с мамой это очень такая, очень интересная ситуация. Дело в том, что мама для ребенка настолько важный человек, что очень часто, если, например, мама ведет ребенка к стоматологу, вот как к врачу, я приведу такой пример. Она ведет его к врачу. Врач делает ребенку больно. То у ребенка может быть такое ощущение, что как будто это вот, ну, такое вот, агрессивно по отношению к нему вели себя два человека. И врач, и мама. Точно так же, что если мама, ну, вот как бы пассивно или активно, но не защищает ребенка от того, что, ну, там, бьет его отец или брат, то ребенка может быть впечатление, что эта агрессия исходит и от отца, и от матери тоже. Хотя мама просто, ну, не могла защитить. Потому что она настолько важна для ребенка человек, что в раннем возрасте, как будто все события, ну, тем или иным образом связаны, могут быть с мамой. То есть если она присутствовала при этом и не могла защитить, то она как будто бы тоже... Соучастник. Соучастник, да. То есть у него может быть такая, ну, такое... И обида может быть направлена и на того, кто причинил боль, и на... Соучастника. И на соучастника. Правильно ли я понимаю, что вот эта пассивно-агрессивная позиция заключается? Пассивно-агрессивная позиция? Я, по-моему, твой вопрос понял, что если мама просто использует, ну, она терпит какие-то вещи и не показывает другими людьми, перенимает ли это поведение ребенка? Я так тебя понимаю. А, и будет ли это пассивно вот этой вот четвертой стадии? То есть мама для того, чтобы удержать там семью, ну, еще что-то просто берется на себя и делает вид, как будто бы она злится? Скорее всего, если мама так делает в отношении хоть кого-то в семье, в отношении там старшего сырнка, или своей мамы, или мужа, то, скорее всего, у нее вообще есть идея, что не надо свою злость проявлять. И эту идею ребенок точно скопил. Это четвертая стадия? Да, и, скорее всего, она будет и в отношениях с ним точно так же. Или терпеть от него много, или с ним там показывать ему, как это ужасно злиться, что нельзя же злиться, потому что она так считает для себя. И вот поэтому так важно работать с собой, понимая, что если я не умею злиться, да, вот почему мы так... Если я нахожусь, о чем я вообще... Ну, к чему я учу ребенка? Сдерживаться, чтобы потом вот... И второй момент, который я хотела озвучить, что это еще связано с тем же... Ну, вот степень гнева человека, да, какой он использует способ, связано еще так же с тем, что человек надеется или не надеется на то, что он повлияет на ситуацию. Он использует более конструктивные способы, если он, ну, если он, во-первых, умеет, да, их использовать, но, во-вторых, это если он надеется, что ситуация, что другой человек его услышит. Это будут более конструктивные какие-то способы. Если он, знаете, вот как бы вот... Откуда гнев идет, да, вот пришел человек в инстанцию какую-то, ему сказали нет, он пришел опять, ему сказали нет, у него будет отчаяние и гнев, он может взять и зашвырнуть в камень, хотя никогда не швырял камни в окна, там, никого. Но вот когда есть как бы ситуация, когда он не может поменять, он сталкивается с чем-то, ну, человек взрослый, да, вот тогда идет, ну, переходит автоматически на более стадии другие, ну, с менее конструктивными способами, когда есть бессилие что-то сделать. Правильно ли я понимаю, что вот эта вера, вера в то, что ситуация изменится, она должна быть не как абстрактная, что, ну, по большому счету, а вот буквально, по отношению к этому человеку. Конкретно эта ситуация поменяется. И если действительно, ну, в этом диалоге нет отклика, то шансов самому справиться на первой позиции фактически нет. Или ты полностью разрушаешь отношения, не доходя до второй, третьей, четвертой, или как бы исчерпав все способы, ну, это если обстановишь жизнь. Ну, скорее будет человек, ну, как бы, ребенок, он скорее будет не прятать, вот с первой ступеньки он не поведет на четвертую, ну, любой человек, он будет, скорее всего, просто громко кричать, кидать насчет предмета, то есть он будет сос кричать, ну, спасить. Потом, если так не слышать, он будет там, ну, откуда в семье начинают дезодраки. Люди сначала не дерутся никогда, потом, так как не слышат, не слышат друг друга, ну, я имею в виду в семьях хорошее. Бывает такое, что, как бы, люди там, то пощечивают друг другу, то есть какое-то оно такое, что не слышат так долго, что нужно так, как бы, посильнее сказать, кажется так. Сейчас вот часто говорят о детской агрессивности. И на многих детей вешают как-то этот ярлык, вот он там, агрессивный. Детская агрессия. Да, ну, это как болезнь или там. Вообще, ну, как бы, есть какие-то такие критерии, когда можно действительно говорить, что вот у ребенка с детской агрессивностью и нужно обращаться к специалисту, ну, какие-то разграничения. Или просто вот у ребенка по возрасту злость, и он так себя ведет, вот как можно маме, то есть, ну, привели. Ну, а маме или просто там на площадке. Сейчас, ну, про всех детей так говорят. Ну, понимаешь, агрессивность – это проявление сильного гнева. И если этого много, знаете, здесь агрессивный – это ребенок какой? Часто называют агрессивным вообще любое проявление злости. Это вот разные ситуации. Ребенок может злиться, но при этом он может строить отношения с другими сверстниками, он может подойти маму и обретить, у него есть и другие способы. Этот ребенок просто иногда злится. Агрессивный ребенок, у него так много гнева, что он все время это показывает. И это, скорее, похоже на ситуацию, в которой нужно обратиться к специалисту. Он может что угодно. Кидает, приходит, забирает, кидает, толпает. У него как бы все действия об этом. И тогда, когда это тотально, вот мы говорим о вас, когда это тотально в жизни ребенка, и он тогда, конечно, не сможет отношения строить ни со сверстниками, с родителями будет, нужно идти к психологу. Но эта ситуация все равно лучше, чем пассивная агрессия. Вот я хочу сказать, чем ребенок, который, знаете, как вулкан, который спокойный, тихий ребенок, странно, потом там стал наркоманом. Понимаете? Потому что, ну, это... Да, и это, как бы, с ним не было проблем, а с этой были проблемы. Так этот ребенок успешно, этот, скорее всего, какие-то... Потому что там все внутри, и там все неизвестно, как сработает против него. То есть агрессивный, это к психологу, да. Но это лучше, это хорошо, что он выражает. По крайней мере, у него есть еще надежда, что что-то поменять. Да, потому что людям же видно взрослым. Это такой сигнал «Сос». Если он не родители, то бабушки отреагируют. Да, он не сдался. Когда ребенок сдается, и потом... Я еще хочу сказать, что очень часто у взрослых есть такая идея, что так, как ведет себя ребенок сейчас, вот он так будет вести себя всегда. Если вот он сейчас забрал игрушку, то развивается... Всю жизнь будет. То это будет развиваться поднарастающее, и он всегда все будет забирать, и всегда будет жадиной, жадиной, это ужасно-ужасно. Но мы на второй передаче говорили о том, что есть поведение ребенка, которое не связано с его характером, а связано с его возрастом. И абсолютно все полуторагодовалые дети забирают игрушки. И абсолютно все дети и сейчас в поиске способа общения и взаимодействия пробуют драку, как один из способов доказать свою правоту. И он очень часто бывает очень эффективным. И это не значит, что они всегда будут жадиной. Это не значит, что они всегда будут драться. То есть для меня вот такой очень важный критерий, можно ли объяснить это поведение ребенка возрастными особенностями. Подростки действительно невероятно вредны, заносчивы и так далее. Значит ли это, что в 20 лет он будет такой же? Нет, не значит. Поэтому насколько это соответствует еще возрасту, это тоже важный критерий. Ребенок не развивается линейно. Что касается гендерного воспитания, имеют ли проявление злости у мальчиков особенности от проявления злости у девочек? Во-первых, мы об этом подробнее поговорим, об особенностях воспитания вообще мальчиков и девочек и особенностях их качества. Потому что это накладывает пол, отпечаток большой, на проявление, на понимание ситуации у детей. Мы об этом поговорим в передаче воспитания мальчика и девочки. Но я хочу сказать, что действительно отличаются, потому что мальчики, ориентированные на проявление силы, они скорее будут больше проявлять и ярче. А девочки, они ориентированы больше на отношения. И они скорее, вот их нужно поддерживать в проявлении злости. Потому что они склонны себя немножко, ну вот изначально, они склонны скорее двигаться, чем проявлять. Вот в этом может быть особенность такая. Но сейчас то, что можно назвать. И мне кажется, что мальчику и девочку могут злить разные вещи. Да. Понятно. То есть и способ выражения, и причины, они могут быть очень разные. Важно, когда злость выражена, когда злость, ну, ей имеет место, да, важно этой злости дать выход. Не только тем, что назвать это, да, там, ребенку, не только, там, об этом поговорить с мамой. Еще хорошо выразить это физически. В этом помогут спорткомплексы, специально разработанные для детей маленьких. Расскажи, Олеся, поподробнее. Ну, спорткомплексы, которые могут воспользоваться с возраста 6 месяцев и в дальнейшем до 80 лет. Позволяет ребенку всю энергию, которую он хотел бы провести негативно, конструктивным образом выписывать тогда, когда они по нему лазят, карабкаются, съезжают по горке, так сказать, физически всю ее туда передать. Это отличный способ и отвлечь правильных детей от негативных поступков, и занять их, и даже проявить сотрудничество вместо неконструктивного соперничества, когда они вместе играют, и это позволяет на разных плоскостях, на разных поверхностях. Ну, мне, как маме троих детей, это очень знакомо, поэтому хотела бы поделиться этим тоже. Ну, что ж, сегодня мы поговорили о злости у детей, и следующая тема, которая связана с сегодняшней, мы будем разговаривать о страхах у детей. Оставайтесь с нами.